Доброго денёчка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами как всегда Zip и сегодня у меня на канале геймплей недавно вышедшей игры по двум известным человечкам, которых зовут Астерикс и Обеликс. А именно Астерикс и Обеликс 3XL. Короче говоря, это очередная игра, которых я так понимаю не одна, которая снова нас отправляет в Галлию, которая была оккупирована римлянами и всё-таки одна деревенька, как известно, многим была не покорена. Да, это всё те же Астерикс и Обеликс, по которым сняты несколько фильмов, есть рукописные произведения и, конечно же, комиксы. Первый комикс появился в одном из журналов французских в 59-м году, прикиньте, да, насколько старый этот персонаж и его друган тоже. Собственно, здесь нам придётся побывать в 50-м году до нашей эры в Галлии, в той же самой Галлии, где и в фильме, и помочь Ибернии, которая ныне зовётся Ирландией, дочери вождя Айрошфикса. Короче, игра всё так же представлена в виде сатиры, в виде троллинга, можно сказать, над современным миром и вообще, в принципе, что примечательно, в игру играть можно как в одиночку, так и в четвером. Да, два Астерикса и два Обеликса будет. Вот это, конечно, прикольно задумано, но мы посмотрим, конечно же, как это всё будет выглядеть в одиночку. Давайте посмотрим. Приятная рисованная графика, вид сверху, по настроечкам всё очень по умолчанию идёт, ну, в смысле имеется в виду, без каких-либо там приколов и прочего. Странно, что управление выглядит как-то очень странно. Не ВАСТ, а почему-то использованный ЗСХЦ. Я не понимаю, почему именно так. Всё остальное, в принципе, неплохо. Давайте начнём новую игру. Несколько ячек сохранения. Здесь мы можем выбрать, естественно, Астерикса или Обеликса. Мне вообще симпатичен всегда был Обеликс. Ну, наверное, потому что его играл Жерар Депардье. В своё время этот актёр мне очень нравился. Обеликса на тот момент мне, как казалось, не особо известный. Актёр играл, а на самом деле для французского кинематографа довольно известный персонаж, довольно известный актёр. Я, к сожалению, не помню его имени, но о Жерар Депардье все знают. Ну, ладно. Давайте всё-таки возьмём Обеликса. На дворе 50-й год до нашей эры Галлия захвачена римлянами. Но вся ли? А вот и нет. Одна деревушка непокорных галлов всё ещё прямо противостоит захватчикам. И Цезарь столкнулся с похожей проблемой, когда попытался отметить римским орлом Ибернию. Гордливый и прекрасный остров рядом с Галлией. Здесь, как и в Галлии, ему противостоит непокорная деревня, её жители Иберницы под приводительством короля Ирлака Фикса. В одиночку сдерживают римские легионы. Римляне нападают без устали, но Ирлака Фикс отражает. Дело в том, что у вождя есть необычный союзник с чудесной барашкой с золотыми рогами, которая придаёт ему храбрость и силу духа. Руководец Рулетус, который руководит захватом острова, придумал коварный план, чтобы подорвать... Он подхитил волшебное животное. План сработал, Ирлака Фикс впал в уныние и теперь даже не пытается защищать свой остров. Поэтому теперь картина дочь Ирлака Фикса ищет способ помочь своему народу. Узнав от дальнего друга семьи и одеяния знаменитых гальских героев, Астерикс и Абеликс, она пересекла море, чтобы попросить дальних родственников о помощи. Да, да, здесь тоже придётся мотылять римлян различным образом, их использовать в качестве оружия, да и просто издеваться всячески. В общем-то, всё как надо, всё как надо. Управление идёт на... Здесь я переставил на ВАСТ, вы можете сделать как вам угодно. Вообще, больше игра предназначена для джойстика, ну и для геймпада точнее. Что по интерфейсу, мы сверху видим наш интерфейс в виде хпшки, портрет персонажа. Я так понимаю, вот то число 0, это скорее всего очки будут, некие очки. Потом в дальнейшем будут набираться. А я напомню, что Абеликс, он по умолчанию очень сильный, потому что, что правильно, он упал ещё в детстве в чан с волшебным зельем. Хе-хе-хе-хе, да. И каждый раз ему друид об этом напоминал. На стрелках всегда можно узнать, что что-то новенькое. Подойдите ближе, чтобы прочитать. Я умею читать. Хорошо. Нажмите... Вы упоролишь, что ли? Так, горячеватые римляне от мудохлых. Подсказки очень странные. Подсказки направлены как раз-таки на использование геймпада. Я понял. Нам надо было наверх. А вы мне, ребятки, напишите пока что в комментариях, с чем впервые вы познакомились про Астерикс и Абеликса, фильм, комиксы, игра какая-то. Потому что есть еще несколько различных игр. Так, мы камень можем взять? Ну да, точно. Напишите в комментариях и лайкосик не забудьте поставить. Не понял, что там? Подержите, отпустите. Для длинного рывка. Ага, понял. Можно я бросить как-то камень? Ладно. Будем им леща раздавать. Обратили внимание, что Убеликс всегда леща дает? ХПшечки, конечно, выглядит очень печально. Но имеется в виду, что 4 сердечка получается 8 ударов. Это, кстати, Диэфикс. Обратили, да, внимание, что все имена с чем-то схожи? Диэфикс, с которым мы сейчас используем, это идея, которая заставляет человека думать постоянно об этом, пока ее не исполнишь, эту идею. Не воплотишь в жизнь. Назоливая идея. Я требую, чтобы оставили деревушку в покое. Она не девушка, а иберинская шпионка. Пленница. Какая же она не девушка. Эти римляне совсем спятели, Астерикс. Ты это видел? Еще бы. Идем, поможем нашему друиду и юной даме. А иберинский это как? Спасите от римлян человека. Человека чего? Так. Че-че происходит? Ага, понял. Че-то происходит. Мы взяли дубинку в руки, чтобы отметили наших дорогих римлян. Ну, вверх улетел, одни сандали остались. Слушайте, ну это весело, определенно. Любителям таких игр, я думаю, что зайдет, сто процентов. Так, накапливать энергию атаку римлян. Чем больше у вас энергии, тем сильнее супер атака. Поняли? Я понял. Друзья мои, вы как раз вовремя. Давай! Сейчас мы всех разметелим. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Астерика Абелик, спасибо вам. Знакомьтесь, это кератина. Кератина. Она прибыла прямиком из Ибернии, где когда-то поселились наши далекие предки. Ибернии, это же такой большой остров рядом с Британией. Кератина пришла к нам за помощью, потому что римляне похитили любимого барашка ее отца. Этот барашек-талисман, источник силы и храбрости. Без него вождь совершенно раздавлен. Точно. Папочка бедненький. Они забрали Оки-Докикса и его барашка. Барашек-удача? Какой он барашек-удачи? Он как идификс, только шерстистый и блеет, а не лает. В любом случае, думаю, вам стоит отправиться в Ибернию, чтобы помочь кератине и ее отцу. Клянуйся, Риду. Давайте навалимся гурьбой и вернем нашего барашка. Не удивляйтесь Иберницей, Мастера Чудесных Выражений или Чудных. Очень быстро идет текст и вслух довольно тяжело читать, поэтому простите, ребят, заранее, что могу где-то запинаться. Оховка. Поплыли? Или что? О, зелье варится. Нам его нельзя, да? Стук еды пропадать будет. Ну что ж такое-то? Ну что ж, интересно а надо застригся конечно поиграть вам что убили что в умолчании просто посмотреть как он бы себя вел но да ладно они вообще сопротивляться будут нет а еще и швырнуть можно нормально купаться запрещено понял у астерикса кстати хп шаг нету то есть компьютерный персонаж по умолчанию там с максимальным хп будет ходить я так понимаю он наверно под зельем короче ходят постоянно лаки римлян удерживают что полышки ломать их я сломал астерикс достаточно легкий может свисать с уступов а вот обеликс лучше даже не пробовать а можно разными персонажами играй класс так хорошо а я понял короче вот там где x нарисован белым то но обеликс был бы просто тяжелый слишком для этого этот балкон скорее всего бы просто отвалился получен шлем зачем в главах можно найти четыре золотых шлема римлян наверно типа счет повышать будет но давайте проверим мои теорию серьезно ешь допрыгнул туда просто а нет хер там плавал да я был прав окей слушайте а зачем тогда дают выбор за кого играть если все равно ну все равно можно переключаться то есть непонятно зачем очень странно это конечно выглядит подними пожалуйста да пухлячок наш не перепрыгнет то есть но по идее вот все да теперь убеликс наш сможет просто пройти сюда он же пойдет да я надеюсь или там как дурак застрянет непонятно короче что произошло почему он там остался стоять ну когда их много уже поинтереснее так там рыба я не думаю что она мне сейчас пригодится просто хпшки полные вот и дамочка у нет мой корабль это все римляне ведь под коверные интриги я тоже как-то нашел шлем римлян который прятался нет обеликс это и бернинское выражение надо она значит что римлян вечно строят козни втихую клянусь те вратом выходит что и берни это знают ну да все знают ладно не будем медлить и найдем другой корабль я их тут как зубов у старухи разве думаю римлян может быть корабль мы сходим к ним в лагере вежливо попросим выбьем сделку есть такой гальский обычай гальский обычай выбить сделку помните как он выбивал в фильме признание во второй части блин так интересно их читать но жалко не по-русски говорят можно было бы не я вижу вас оглушенного римлянина можно подобрать также как вы подбираете предметы а вот это уже интересно все палка сломалась до этих рыбы гонки отхерачим блин а тут ну ладно да надо шеварнуть его удашь ты бросаешь собаке ну успокойся хорош определенно сто процентов тысяча процентов это точно весело если вы со мной согласны напишите коментах если нет тоже напишите коментах лагере аквариум прикиньте за пять минут на золото можно пройти это это получается ничего не читать тогда в таком случае закончите с лучшим счетом до 60 тысяч а я с каким закончил интересная статистика конечно это она принципе никак на геймплей не влияет только с учетом того что ты сможешь поставить какой-либо определенный новый рекорд там и с друзьями посоревноваться это лукарь я думаю откуда стрелы летят римлянам конечно они там резко царь блин пошел ты ой как там блин их тебе повезло дядька вы повезло я понял что от римлян надо избавиться о о вот здесь Играет музыка. Там кто-то с большой точностью довольно стреляет. А, вот кто. Давай, давай, очко, очко. Сейчас мы тебе тут немножко подправим. Зуба скал твой. Вообще вот эта вся тема с римлянами и Галли, римлянами и Галли, это вообще исторический факт, что они еще с тех времен не особо ладили, потому что римская империя, как известно, захватывала все подряд. И Галли в том числе. Входу о Британии. Ну, всю Британию покорить не смогла, потому что не смогла просто контролировать. Ну, нахер. Ой, я вообще-то хотел не то. Как нет. Ешь. О, молоток. Нормально, сейчас по голове настучим. Где еще кто? А, тут вот целая... Целая... Не одна палатка. Вы видели, что произошло сейчас? Он как... Как Тор раскручивает молот. Смотри. Конечно, это, наверное, косвенная отсылка, если вообще можно ее считать как отсылка. Да. О, даже дюйма была. Извини, брат. Ой, большая какая палатка. чё говорит не трогай что наверно еще какие-то комбинации можно делать чтобы больше прилетала почему из помощника вообще молчит стоит толком ничего не делать иногда только там что подправляет если такие лучники заберутся куда-нибудь не доберешься а-а-а беги беги мы мы так а это не 1x кричит не астерикс вернее это весело я просто веселюсь по кайфу просто быстрее ломаем палатки сутся кричат головы здесь а а а а ой-ой-ой что-то я увлекся и просрал много хп вот и вот давай в космос дальше конечно враги наверняка будут сильнее проблем не интереснее уровне насколько длинная игра я к сожалению знаю да и какая разница принципе если хотите просто тупо повеселиться я думаю что принципе этого будет достаточно и не захочется ничего потом закрывать потому что после тяжелого рабочего дня определенно кому-нибудь хочется лицо сломать часть всего так всем уровень пройдены на этом я думаю можно закончить данную серию я прошел уровень на бронзу можно быстрее гораздо это сделать также я счет закрыл на бронзу здоровье на бронзу и особые предметы получил больше чем положено на золото ребятки кому понравилось видео поставьте лайкосик напишите комментарии как я просил в видео что вы думаете по поводу этой игры вообще любой другой игры связанных с этими двумя красавцами мужчинами ну и конечно же конечно же какие фильмы или мультики или комиксы вы читали смотрели и так далее что ж берегите себя всем удачи пока пока